Друзья, всех приветствую! С вами Андромалик и Анастасия. И мы продолжаем играть в игру Растения против Зомби. У нас вторая глава, вторая часть, шестой уровень. Поехали! Опа! Собари! Don't know what to hit. Кое-кто не знает, что нажимать. Ну ладно. Так, пропускаем Крэйзи Дэйва. Мы его можем сто раз. А! За пять тысяч он нам предлагает купить восьмой. Ес! Давай-давай-давай-давай! Всё. Сейчас у нас ещё больше возможностей для тактики будет. О! Для него надо взять гипногриб. Нет-нет, да. И никаких проблем не будет. Так. Бери, чтобы убирать могилы. Не забудь. Не, минка вообще не нужна, потому что есть обычные грибы, поэтому можешь что-нибудь другое взять. Да, могилы убирай. Могилы убирай. Но минку верни. Ты не на то нажала. Мину убери. Potato Mine. Yeah. А это возьми. Всё. Теперь выбирай, что хочешь. Protection или взрыв. Взрыв. Окей. Ну всё. Поехали. Напоминаю, что играет у нас Анастасия. И она ждёт от вас много лайков. Посмотрим, насколько вам понравится такой формат. И мы, возможно, продолжим или изменим что-нибудь в этом. Также пишите какие-то комментарии, замечания по моему новому микрофону. Сразу говорю, что я, когда говорю, я сам себя практически не слышу. Соответственно, мой голос тоже изменился. Не только из-за того, что микрофон другой, но из-за того, что я сам себя не слышу. Как бы глухонемой получается. Так. Глухонемой вариант наполовину. Ладно, поехали. Играем мы шестой уровень. Всего одна волна будет. Сколько у нас кладбищ? 7 кладбищ надо убрать. Так как я говорил, нам надо 375, по-моему. Да, сколько я считал? 375 солнца надо, чтобы убрать вот эти все могилки. Здесь у нас появится новый зомби. По-английски он футбол-плеер. По сути, футболист. Против него можно, вариантов много будет, как его лучше всего убивать. Но самый лучший вариант, как они предлагают разработчики, это гипногрипп. Потому что сам он по себе толстый, и он будет очень многих зомби есть. Если там, например, 5 зомби будет после него, он всех 5 серых и съест. Потому что у него защита просто нереально хорошая. Ну, также второй вариант потом появится, это когда нам дадут грипп магнит. Мы сможем убирать защиту с него. И тогда тоже можно его быстро убивать. Ну и еще потом появится у нас, по-моему, скваш. Вот и скваш. Кабачок? Скваш. Ладно, сейчас я посмотрю. Я просто забываю, скваш это какое растение, как оно по-русски. Я сейчас посмотрю. Скваш. Как это? А, скваш. Вот он, он предлагает мне. Сейчас я перевод вспомню. Вы-то знаете, а я что-то всегда путаю перевод правильный. Скваш. Тыква. Тыква, кабачок. Кабачок. Потому что памкин тыква, а кабачок это скваш. Давайте посмотрим, как он прочитается. Скваш. Вот так правильно произносится. Скваш это кабачок. Все. В будущем у нас появится кабачок. Он стоит 50. Помнишь такой, который? Такой злой. Ура! Хипногрип. Давай, давай, давай. Вот. Давайте смотреть в прямом эфире, что происходит. Опа. Вот и все. И сейчас, если появятся зомби, он начнет их есть. Ну-ка, по центру давайте, ребята. Есть кто? Блин, на этот раз никого нет. По центру, получается, никого не съело. Плоховато, конечно. Ладно, у тебя есть деньги. Можешь либо ставить, либо убирать могилы, или ставить заморозку, или бесплатные грибы ставить. Это на твое усмотрение. Кстати, я не слишком громко говорю. Нормально? Потому что я себя не слышу, не могу контролировать, насколько громко я говорю. Плюс новый микрофон и все дела. Так, ну что, близится последняя волна. Осталось три гробницы у нас. Три могилы. Видимо, все не успеем убрать, я думаю. Сейчас посмотрим. Вот сейчас, если убирать будешь. Вторую гробницу тогда убирай. Не первую, а вторую. Не будешь убирать? Сейчас просто волна пойдет и вылезут оттуда. Вот, смотрите. Мы сейчас проверим, это вылезут или нет. Или сколько вылезут. Ну-ка. Давай, 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 давай. Пошла волна. Два зомби. Видишь? Тут зомби. Гипно-грип, наверное, поставишь. Да, я снова в этой линии. Больше, кроме игрока футбол, да, футболиста никого нету. Соответственно, никого он не съест. Снизу проблема небольшая, может быть. Ну, в смысле проблем не будет, просто долго убивать будут. Поэтому можно взять сейчас взорвать все. И все будет окей. Спасибо. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Так, надеюсь, мой микрофон не поменялся, не сдвинулся с места. Так, открыли мы новый грипп за 25. Он стреляет точно так же, по сути, как обычный карахомет за сотку. Но его фишка, что если кто-то зомби будет справа, сверху или снизу, да, снизу, он будет прятаться под землю. Поэтому его надо ставить в первый ряд или во второй. Но в идеале надо его ставить в первый, второй, третий, санфлауэрс. Ну, не санфлауэрс, а грипп. That's for perfect. Для идеала, да? В идеале так. То есть сдвинуть все надо. Потому что в будущем будут инженеры, которые подкапывают. Когда он только вылазит, они сразу будут прятаться. О, много очень. Сколько? Пять плюс пять. Одиннадцать. Одиннадцать. Кладбище. It's ok. You can play like this. Говорит, что не хотела сдвинуть все направо, но забыла. То есть в первую линию за двадцать пять ставить грибы, например. Ну и так сойдет. Нормально. Все. Получится. Это всего седьмой уровень. Что там нового было? Новый зомби нет? Ничего. То же самое все. Ну, короче, здесь просто две волны и просто больше зомби будет. Плюс очень много этих гробниц. Придется все убирать. Одиннадцать на семьдесят пять. Это сколько? Семьсот пятьдесят плюс семьдесят пять. Сколько будет? Восемьсот двадцать пять солнца тебе надо, чтобы все могилы убрать. Так вот столько вот. Так много у тебя обойдется все это. Ну и получишь ты, конечно же, одиннадцать монет. Иногда из них золотые выпадают, которые пятьдесят монет дают. Иногда только серебряные за десять. То есть золотые в пять раз ценятся дороже. Не знаю, как в реальном мире, насколько золото дороже ценится серебра. Я не думаю, что... Наверное, я думаю, в десять раз разница. Или больше. Ну, в зависимости, какое золото. Так, в нижнем ряду что-то у тебя плоховато. Да, вот так уже лучше. В нижней линии. Так. Ну и надо нам что-то придумывать, ставить. За двадцать пять целый ряд третий можешь ставить. Они далеко стреляют, и они дешевые. А дальше уже грибы-боровики, вот эти толстые, можно ставить. Фюм-шрумы. Или там заморозку где-то поставить. Ну и, наверное, чистить кладбище надо. Потому что если не зачистить, то в последней волне этого уровня вылезут одиннадцать зомби. То есть будет сложно. Но все равно, если поставить вишневую бомбу, все взорвется. То есть никаких проблем не будет. Так, убираем, короче, первую могилку. Так, уже три гриба стоят. С двадцать пять. Отлично. Есть деньги, и можно еще убрать сейчас. Только другую давай. Нету, потому что он ее съест сразу. Вот, сейчас можешь убирать. Так, бесплатный гриб у нас есть, можешь поставить уже. Но вообще сейчас денег будет много. Надо будет ставить либо заморозку, либо фюм-шрум. А, это дымогриб. Фюм, это дым. It's like fog. Фюм. Right? Да-да-да. Я помню, Путец смотрел. Фюм, это, по-моему, дымогриб. Как-то так переводится. Я сейчас как раз посмотрю. Так, вот хорошо, еще один плюс. Когда я комментирую, я могу что-нибудь делать, посмотреть. Вот как переводится. Дымить. Дым. Пар, дым. Ну, все правильно. То есть, это как бы... Типа, он так атакует, типа, дымовой гриб. Так, ну вот, я так вижу. Целый ряд будет у нас заморозки. Целый ряд будет этих грибов. И все будет у нас замечательно. Так, микрофон подровнял. Надеюсь, не слишком близко. Потому что, если все плохо... Ну, ладно, посмотрим. Я потом еще звук могу улучшить через программу, которую снимаю в видео. Кстати, вы всегда спрашиваете, чем снимаю. У меня MacBook. На MacBook есть приложение ScreenFlow. Через ScreenFlow я... Ну, к MacBook подключаю через Lightning к iPad. И через ScreenFlow все у меня записывается. Ну, а чтобы был звук, я запускаю QuickTime Player. И через него просто вывожу изображение. С iPad я вижу, что происходит. И я слышу, что происходит. Вот и все. Потому что, если через ScreenFlow записывать, ты не видишь и не слышишь, что происходит в игре. То есть, на iPad нет звука. И на компьютере нет звука. А QuickTime я использую только для этого. Потому что QuickTime не может записывать видео заодно с веб-камерой. То есть, он может записывать видео процесса, но без веб-камеры. Ну и, по-моему, там с микрофоном тоже проблемы. Там он сразу не запишет. Опа! А, даймонд! Ну-ка. Даймонд, let me touch. Это традиционно. To touch the diamond after you get the diamond. Так, что у нас дальше? В ноябре. Хочу. В ноябре куплю. И будем мы, короче, если вам понравилось, будем играть тоже. По ощупь. Я, Анастасия, я. Там все дела. Но, если честно, я хочу на английском языке канал. Пока что на русском будем, но потом посмотрим. Потому что на русском языке канал очень медленно растет, и русскоговорящих людей мало. Плюс Анастасия, наверное, по-русски не говорит. То есть, возможно, на английском начнем. Да. Может быть, на английском будем. Посмотрим. Я хочу на английском тоже сам. Потому что, когда говоришь на английском, ты его учишь заодно. А если ты будешь на русском комментировать, ты английский не учишь почти. Ну, только если в английские игры играешь, конечно. Переводишь что-то. Потому что без перевода ты не улучшаешь свой английский. А мне нужно улучшить английский. Ну, и плюс, конечно, аудитория англоязычная больше намного. Больше будут смотреть все дела. Ну, и конкуренция, конечно, больше. Потому что уже изначально англоязычных каналов намного больше, чем русских. В чем-то есть плюсы русских каналов, что конкуренции меньше. Но, с другой стороны, максимально просмотров ты много не наберешь на русском канале. Когда население русскоязычное, оно ограничено. А англоязычное население, оно зависит... Ну, как бы любой может посмотреть видео на английском и понять, по сути. В этом-то и отличие. Ну что, будем переманивать. Давайте посмотрим, как он скушает всех. Ну-ка. Опа. Ну и пошел кушать, смотрите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А, не успели. Ну, всего один зомби. Опять не очень удачно получилось. Давай, взрывай и пошли на следующий уровень. Что откроется? Ну-ка. А, заморозка. Помнишь такое растение? Ты его ставишь. Через секунду взрыв. Всех замораживать где-то на 5 секунд. От 5 до 7 где-то. И потом, после того, как заморозка спадает... Можешь... Они еще заморожены 5 секунд. То есть все зомби еще. Что там? Ага. Диско. Ну, диско легко можно взрывом взрывать. Или бы переманивать с помощью гипноза. Несколько вариантов. Либо можно заморозку ставить. Заморозка тоже хорошо убивает. Ну, посмотрим сейчас, что придумает Анастасия. Так, пока что она взяла взрыв. Бесплатный грипп. Грипп за 25. Гипно-грипп. Убрать это. Ну, давайте посмотрим. Поехали дальше. Это у нас 7 уровень. Еще 2 уровня и потом бонусный. 10 мой любимый. А, это 8 уровень. Я перепутал. Мы же прошли, да. 6, 7, это 8. Еще один после этого. И потом будет 10. Если это какой-то интересный уровень. Бонусный. Так. Что у нас тут будет интересненького на этот раз? Поправил микрофон. Надеюсь, нормально. Минус этого микрофона, что он всегда вот двигается. То есть, снял наушники, он сдвинулся. Надо проверять, как ты после этого... Ну, как микрофон крепится. А есть другие наушники, где микрофон всегда одинаковый. Но его снять нельзя, да? Или он всегда вот так торчит одинаково. Но это все-таки лучше. Здесь можно микрофон снять спокойно вот здесь. И все. И без микрофона слушать, например, наушники в самолете. И как обычные наушники. Всяких проблем. Так. Что у нас по этому уровню? Были новые зомби? А, да. Диско. Диско-зомби. Но уровень очень маленький. Как видишь, всего один флаг. Всего одна большая волна. И тогда появится всего один диско-зомби. Ну, выкопаешь. Или оставляй так. Бывают ошибки. Сейчас мы пройдем эту главу. И, наверное, пойдем в растение против зомби 2 китайскую версию играть. Или хочешь все-таки побольше в эту часть поиграть? Как думаешь? Говорит, не важно. Но не знаю. Какая еще часть тебе, интересно, больше понравится вообще? Ты играл аж во вторую. Как она нравится тебе? Но ты там ничего не знаешь, да? Там растение вообще для тебя ничего не известно. Ну, так даже интересно будет играть. Мы открываем новое растение, а я буду объяснять, что она дает это растение Анастасии. Ну-ка так, нормально у нас будет микрофон. Пока непонятно с микрофоном. Просто боюсь так далеко его отпустить, что потом не будет ничего слышно на записи. Мне все-таки хочется хорошее качество делать. У меня постоянно, вот даже сейчас читаю на почте сообщение. Когда будет китайская версия? Вот, смотри Анастасии. Когда будет китайская? Прямо сейчас мне написали. И таких вопросов уже было раз 50, наверное. 50 раз. Задавали мне вопрос 50 раз. Такой вопрос. Будет, будет. Мне она больше нравится, потому что там есть нормальная карта. И там, как бы, как раньше было. Когда растения только вышли, растения против зомби 2. Вот именно так и было. Точно так же в китайской версии сейчас. Там единственное добавили, что можно как-то растения апгрейдить. Я только не понял, как там, что там. Ну, разберемся, в общем. Мне говорили что-то, но я пока... Пока не поиграешь, не поймешь, о чем вообще речь. Я там прошел пару уровней. Но мы с нуля будем играть. Я просто посмотрел, что там вообще как. Как играть, это как, что. Так. Читаю пока новости. И что у тебя там интересного не происходит? Да пока ничего. Вот сейчас будет волна. Давайте пока не убивай его, давай посмотрим, как он танцует. А, видите, призывает этих. Ну, и сейчас можно заморозить, да? Ну и... Пока он замороженного добьет. Кстати, неплохо его переманить себе, да? Сразу все... Всех, кого он призывает, это тоже твои зомби будут. То есть... Ой... Вот смотри, 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 смотри. Ну, давай, давай. Ааа, убили быстрее. Ну ладно. Ну а если бы переманил, он бы всех в зомби призывал, и они все бы наши были. Вот так вот. Так, дали нам Doom Shroom. Это самое мощное растение в игре этой, в первой части. Взрывает две клетки вверх, или даже три клетки вверх, и вниз, и влево-вправо. Три клетки. Такой радиус большой. Ну и что, пошли, у нас бонусный уровень пойдет сейчас. А, нет, не бонусный, сейчас девятый же, да? Здесь просто больше зомби будет. Больше диско-зомби. Ну их будет два, наверное, или три за всю игру. Ну что, на этот раз у нас Анастасия выбирает. Так, бесплатный гриб. Fum Shroom. Дымовой гриб, короче. Doom Shroom. Заморозочку. Гибногриб. Ну, по-моему, то же самое, только заморозки нету на этот раз, да? Ты взяла за 125 гриб вместо заморозки. Let's rock! Так, поехали сжечь. Так, сколько у нас тут? Три, шесть, девять, десять. Снова одиннадцать у нас. Довольно-таки много. Могил. Ну, это небольшая проблема, на самом деле. Это больше проблема, например, во второй части этой игры, потому что через могилы растения в основном не могут прострелить. Соответственно, они убивают вначале могилы, а потом все остальное. То есть там по-другому. Но я чувствую, понравится Анастасии вторая часть, потому что там столько растений. Плюс она ничего не знает про них. Будет очень интересно, реально. Плюс там еще костюмы можно для них открывать. То есть, как бы переодевать растения свои. Плюс апгрейдить. То есть, в общем, понравится ей. А я буду смотреть, потому что я же там уже много играл, поэтому... А потом там какие-то миры будут новые, если что-то не получится, я буду помогать, короче. Вот так вот. Я думаю, все у нас будет отлично. Одна голова хорошо, а две головы лучше. Да? Так. Так, ну что, снова. Ну я в основном бесплатные грибы чуть правее ставлю, чтобы у меня было больше места что-нибудь платное поставить. Потому что придется их потом выкапывать. Кстати, вот эти грибы есть во второй части. Но там они на время. То есть, там 30 секунд где-то. Или минута, минута, по-моему. И они исчезают. А здесь они всегда бесконечно остаются. То есть, здесь это халява полная. А там все-таки по-другому. Но зато там, если... Там во второй части есть такая вещь. Если помнишь, можно кормить, да? Кормить. Feed the plants and they will use super abilities. Remember? Помнишь? Так вот, если поставить, например, вот этих вот грибов. Всех много бесплатных. Любого гриба покормить. Они все вместе стреляют одновременно. Ну, на всех работает суперспособность. И если они практически умирают. И ты успел их покормить. Они сразу все снова минуту целую будут жить. То есть, можно бесконечно держать их. Я этого, кстати, не знал. Потом как-то в каком-то уровне только про это узнал. А, еще во второй части. Бесплатный гриб можно ставить и даже днем. Ну, без разницы, когда. То есть, он всегда будет. В любой зоне. Короче, будет интересно, ребята. Главное... Ставьте лайки, чтобы у нас было как бы стремление реально играть в эти игры, проходить. Потому что, если нет лайков, как-то думаешь, блин, а стоит играть? Не стоит как-то... Как бы неинтересно, что ли, никому. Правильно? Правильно. Так, ну что у нас тут? Бэкапывают уже Анастасия тут грибочки. Ставить за 25. Здесь тоже могла сразу в первый ряд поставить их, как и тогда хотела. Помнишь, как я говорил? Ну ладно, это ты играешь. Так. У нас осталось всего 5 гробов. 6 уже выкопали. Опа, даймонд! Все, у нас снова 200 тысяч. Как будто мы ничего не тратили. Столько у нас и осталось. Даймонд. И у нас, короче, скоро, надеюсь, в магазине что-то откроется. Потому что пока что покупать там только какие-то мини-игры, которые, по-моему, нет смысла покупать. Потому что ты все равно в них поиграешь, если откроешь режим мини-игр. Поэтому не знаю, зачем я купил. Мы за 10 тысяч купили там что-то, да? Ну посмотрим. Может быть, это что-то новое. Но я просто никогда не покупал. Не знаю, что это вообще было такое. Увидим. Может, какой-то новый режим. Не знаю. Может, там больше монет выпадает. Какой-то бонус. Я не знаю. Опа! Дум-шум! Вот, после него остается кратер. Как думаешь, на сколько? По-моему, 2 минуты где-то или 3. Очень долго, да? То есть, после него воронка такая. И сам гриб очень долго восстанавливается. Видишь, больше минуты, наверное, будет. Он даже вон еще только... Ну, минута где-то, наверное, восстанавливается примерно. Если так защитить. У меня, кстати, если я телефон возьму, можно было таймер поставить и узнать, сколько же он реально восстанавливается. Ну, по ощущениям, минута. Вот сейчас полминуты прошло. Вот половина и есть. То есть, около минуты восстановление идет. Довольно-таки долго. Ну и взрыв хороший. Это на паузу нажало. Так, пошел у нас диско. Вот надо под него ставить. О, о, о! Ну-ка! Ну-ка! А-а-а! Снова убили. Хочется, чтобы он наш стал. Пошел в другую сторону. И все зомби, которых он призывает, будут тоже в ту сторону идти. И он будет новых призывать, призывать, призывать бесконечно. То есть, очень выгодно. А в идеале, чтобы он дошел до нашего конца, почти до базы. И потом повернулся и пошел к ним. Получается, он очень много зомби может так съесть. Второй у нас дом Шрум использован уже. Две воронки у нас. Да. Так, 3 минуты где-то восстал. А ты сейчас минуты только прошла, правильно? Она мне говорит, что еще осталась воронка, да? Она со временем даже, вот ты увидишь, она будет меньше становиться. То есть, несколько фаз. Вот видишь... О, смотри, видишь? Прошла где-то полторы минуты прошло, да? Соответственно, еще полторы пройдет, она исчезнется. Я думаю, 3 минуты и столько есть. Так, у нас стоит... Ну-ка на него поставь сразу, ну-ка. Опа! Ачьивмент! Диско из андет ачьивмент. Еееее! Я даже не знал, что есть достижение. Дали нам достижение. Так, ну и что? Последняя волна. Да тут даже... А, вот диско еще один, наверное, пойдет. Да-да-да. Ну, сейчас, Doom Shroom, ставь прям по центру. Если бы ты по центру поставила вот здесь, смотри, то все взорвалось даже бы сверху. На будущее просто. Что я говорил? Три вверх, три вниз, три влево-вправо. Ну, и открыли мы послание от зомби. Письмо. Давайте почитаем, что же там написано. Hello, we would like to visit for a midnight snack. How does ice cream and bring sound? Sincerely. А я не знаю, как произнести это слово. Ну-ка. Синсерли, зо зомбис. Поехали. После этого меню. После этого мы видео заканчиваем. Это последнее видео. И мы пойдем играть во вторую часть. Так, ну что здесь у нас? Анастасия уже говорит, воу-воу-воу, боится уже. Боится проиграть перед всеми подписчиками. Ну, посмотрим, что получится. Так. Зомби с конусом. Гриб-боровик у нас появился. Гриб-боровик лучше всего в центре или ближе к правой стороне, потому что он далеко не стреляет. Тебе надо что-то поставить. Снизу проходит все-таки этот зомби. Могилку можно уже выкапывать даже. Ну что, убьют этого? Ну-ка. Давай, 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 давай. Ну-ка. Потеряли все-таки. Грибочек наш. Ничего, Анастасия справится. У нас заморозка есть, у нас гипногриб есть, у нас думшрумы есть. Но думшрумы лучше оставить, потому что такие воронки останутся, что просто ничего не поставишь потом. Хопа! Заморозочка. Все, все заморожено. Сейчас мы зачистим все гробницы. Кстати, по-моему, на этом уровне гробницы снова появляются со временем. Вот, появились новые, нет? Мне показалось, что... Вот сверху, по-моему, не было двух, были? Ну ладно, а то я отвлекся, и мне показалось, что реально появились еще. Но они чуть позже, когда волна будет первая, по-моему, пару гробниц появятся, как мне кажется. С моих воспоминаний, когда я играл. Так, и надо поудобнее мне сесть. Спина болит уже неудобно, конечно, на две подушки. Почитаю пока новости, пока ничего не происходит у нас. Все как надо. Ладно, ничего интересного. Возвращаемся в игру. Так, что мы видим? Очень много уже надо использовать. Уже места даже нету для новых растений. Так что давай поставим и гипногрибы, и там... Все, давай, выставим. Заморозку там, не знаю. Надо все, короче, ставить. Целый ряд гипногрибов, например. И заморозку ставить. Потому что очень долго появляется следующее растение, как мы видим. Очень долго едет. Нету растения, долго очень. Кстати, хочется нажать кнопку двойная скорость. Потому что, когда такая ситуация в растении против зобий второй части, постоянно... Я двойную скорость ставлю. Ну, потому что здесь все окей. Мы тут не проигрываем. И как бы, и все... Ну, как бы, чтобы не тормозить, быстро можно уровень пройти с двойной скоростью. Кстати, а в китайской версии появилась кнопка. Вот это я заметил, когда поиграл. Чуть-чуть посмотрел, что там в начале. Там есть кнопка запустить следующую волну зомби. То есть, если какие-то зомби идут на тебя, да, и ты не хочешь... Ну, как бы, ты их еще не убил, да, и новая волна не появляется. Ты нажимаешь кнопку, и идут следующие зомби. Ну, и как бы, не флаг, не волна большая, а просто вот следующие зомби, которые там. И так можно часто ее нажимать. Прикольно сделано. Так, ну что у нас дальше? Мало очень стреляющих растений, на самом деле. Вот вторая линия, например, маловато. Надо поставить все. Анастасия, давай поставим все. Все-все-все. Кроме думшрума. Ну, потому что у тебя стреляющих мало. Ты сама посмотри. Очень мало стреляющих. Когда я тут играл, у меня тут все прям стреляло. Прям все. Места не было, просто куда растения ставить. Потому что кого-то в гипноз кинешь, если сейчас уже, как бы, концовка скоро будет. Получается, они бесполезно будут стоять. Вот, другое дело. И сразу поеду, сейчас растения быстрее. Успеет? Успел. Плюс заморозка. Давай думшрум взорвем их. По центру поставь, там все прям взорвется. Там места уже нету, вот туда. Опа. Ду. И вот мы быстро их убили. Сейчас новые зомби быстрее появятся. Потому что так, когда заморозку используешь, очень долго проходить можно все. Вот видите, как они долго еще стоять будут. И новые не идут зомби. Получается, время мы потеряем. На легком уровне, как бы. Потому что вся фишка этой игры, она начинается на мини-играх, на пазлах, на бесконечном режиме. Ну, или там, когда второй раз кампанию проходишь, тогда уже хоть сложнее становится. Так, конечно, довольно-таки легко. Так. Четвертая линия и пятая. Она самая слабая. Ну, сейчас пятая только слабая. Ну-ка, смотрите, кто бежит. Опа. И побежал назад. Жалко, никого не съел, потому что зомби не было. Ну, ладно. Сейчас волна пойдет. Скоро. И можно дуб шрумом всем взорвать. И на этом видео подходит к концу. И мы, наверное, сейчас поиграем в растение против зомби второй части. Единственное, надо сейчас в магазин зайти. Сделать логаут, залогиниться в китайский магазин. Обновить игру. Потому что, мне кажется, уже обновления вышли за все время. Там за месяц, пока я пробовал в прошлый раз. Или за две недели, как я в прошлый раз заходил. Обновим игру. И потом зайдем в нее. Удалим сохранение, которое у меня есть. Создадим новым аккаунт. И с нуля будем с древнего Египта проходить. Ну, и так же мы пройдем это обучение. Все подряд пройдем, короче. Пропускать ничего не хочу. О, смотрите. Кушают друг друга. Особенно понравилось, как футболисты ели. Жалко, что наш футболист, он просто уже раненый был. И он долго не выстоял, быстро погиб. Ну, заморозочка, наверное, надо сейчас. Может, твой грибочек уже кушает туда. А, нет, все-таки убил его. Сейчас он уже без защиты. Думшрум взорвался. Вот видишь, ты его и туда кинул, и даже снизу. Опа, пенни пинчер. Это значит собрать монет сколько-то за раз. А, ты сколько-то монет, ну, просто собрала много. Ну, вот, не зря мы сегодня два, за это видео, два достижения сделали, я так понял. Сейчас в меню выйдем, посмотрим, что там сделали, что осталось еще. Потому что в первой части в основном нечего делать, вот как только достижения, например. Потому что здесь как бы прошел игру, прошел мини-игры, пазлы, и как бы делать нечего. А вот благодаря мини-играм можно еще что-то продлить удовольствие. Опа. Что это было такое? Еще какое-то достижение? Ничего себе. Я так и не понял, что это было здесь. Просто таких достижений в стиме, что я играл недавно версии нету. И поэтому я не знаю, что достижения такие интересные здесь у нас. Сейчас мы все проверим. Три достижения? Ну ты молодец. Что мне сделать для тебя? Как мне тебя отблагодарить? Так, открылся у нас, открылась третья глава, это Лилия. Там у нас будет бассейн, и чтобы садить многие растения на бассейн, на воду, надо будет вот это растение. Меню. Давайте посмотрим, что у нас за достижения. И закончим это видео. Ну-ка. Смотрим. Да будем читать, что мы сделали-то. Так, вот это что-то такое. Собрать 30 монет подряд. И ни одну не пропустить. Так. Гипнотайз на... Кинуть гипнотайз на танцора. И что там? А, заморозить 20 этих зомби. Ну, заморозка. Фриз. Ну все, вот эти три мы сделали. Ну еще очень много, видите, сколько их еще впереди у нас. Так что много видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. И чтобы Анастасия хотела дальше играть, вам было интересно слушать мои комментарии и видеть, как играет Анастасия. Ну все. Не забывайте, что есть группа ВКонтакте, где можно написать что-нибудь, спросить, задать мне вопрос. И просто быть в курсе всех событий. Все. Всем пока. Играйте в хорошие игры. Встретимся в следующем видео. А мы пойдем играть в растение против зомби 2. Китайская версия. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok